Транспортная развязка на монтажников наконец-то обретет еще два действующих съезда. Специалисты нашли способ, как завершить их строительство. Напомним, прокладывание затянулось из-за высоковольтной линии электропередачи. В итоге принято решение демонтировать конструкцию. А пока развязка продолжает работать в тестовом режиме. Да, но несмотря на это, она значительно разгрузила трафик в тюменских микрорайонах. Когда же автолюбители смогут прокатиться по новым съездам, выяснил Владимир Портников. Из-под развязки на монтажников тюменские энергетики не уходят уже второй месяц. Торопятся раз и навсегда избавиться от препоны, которая больше года не давала мостостроевцам ввести в эксплуатацию два съезда на улицу 50 лет октября. Мало того, что провода высоковольтной линии электропередач находятся слишком близко к дорожному полотну, так еще и опора стоит на том самом месте, где оно должно пролегать. Вариантов решений проблем был несколько, но остановились на самом надежном. Демонтировать портал воздушной линии, заходы воздушной линии на подстанцию, установить портал под кабельную линию, кабель заводим под землей и проводим кабель на подстанцию. Большая часть работ позади. Переходы из одного вида линии электропередач в другую смонтированы, кабель под землей. Как только он будет запитан, начнется разбор старой опоры. Энергетики уверены, с обозначенным фронтом работы управятся максимум за неделю. Финал мог случиться и раньше, но слишком много времени ушло на отвод земель. Что-то находилось в частной, что-то в федеральной собственности. Добавили волокиты и различные согласования с поставщиками электроэнергии. Мы смотрим перспективу на минимум 15-20 лет вперед. Соответственно, эти все технические решения по строительству или реконструкции энергетических объектов, они всегда идут с расчетом развития столицы. Развиваем наш электросетевой комплекс таким образом, чтобы потребители не чувствовали то, что нужно завтра что-то построить, что-то реконструировать или увеличить трансформаторы. И если энергетики стараются делать все в раз и надолго, то дорожным строителям то и дело приходится корректировать свои планы. Вот и по злополучным съездам автолюбители вряд ли смогут прокатиться в этом году. Всего несколько десятков метров. По сути, пару пролетов развязки. Но когда они окончательно свяжут улицу Монтажников и 30 лет Победы, сказать довольно сложно. Тендер на домонтаж съездов пока не объявлен. Впрочем, в Главном управлении строительства обещают поторопиться и определить подрядчика еще до середины октября. Владимир Поротников, Александр Изосимов. Тюменское время.